Добрый день! Сейчас мы достаточно подробно разберем работу стиральной машины Samsung серии W1840. Эта модель обладает великолепными потребительскими качествами. В режиме Eco Bubble за счет генерации пузырьков стирка проходит гораздо эффективнее, причем во всех режимах. Есть здесь возможность постирать очень быстро, но можно и отложить стирку на несколько часов. При стирке верхней одежды машина бережно отнесется к ее водозащитному слою. Детскую одежду вы получите не только чистой, но и без малейших остатков моющих средств. При ручной стирке и стирке изделий из шерсти вам гарантировано нежнейшее обращение с вещами. Есть здесь и программа самоочистки барабана. И конечно, как же без нее? Функция защиты от детей. Любому, даже самому взыскательному потребителю понравится блестящая, широкая, удобная дверца. Ну и конечно, современный керамический нагреватель позаботится о долговечной и экономичной работе вашего стирального комплекса. Начнем мы с отсека для моющих средств. В первое отделение добавляете средства для предварительной стирки. С цветочком это отделение для кондиционера и подобных ему добавок. Тут главное не перестараться и не превысить максимальный уровень. Учтите, эти добавки будут поступать в барабан при полоскании и только при полоскании. И наконец, второе отделение предназначено для основного моющего средства. Не перепутайте, ведь каждое отделение работает по своей программе. Вынимается отсек. Просто нажали язычок и вынули. Помните, техника любит прежде всего чистоту и порядок. Не забывайте хотя бы иногда мыть сам отсек и пространство за ним. Специалисты в управлении стиральными машинами могут уже идти стирать. Остальным же мы расскажем, зачем здесь эти кнопочки и лампочки. Перейдем к системе управления. Кнопка включения-выключения питания. Электронный программатор для выбора одной из 14 базовых программ. Цветовая точка указывает на выбор одной из них. Сразу отметим, что каждая программа имеет множество индивидуальных настроек. Остановимся чуть подробнее. Программы разбиты на три группы в зависимости от их связи с пузырьками, то есть функции EcoBubble. Справа группа из восьми программ. Нижняя очистка барабана проходит без пузырьков. А вот у семи верхних функция включается. И ее можно оставить, но можно и убрать. В левой верхней группе из пяти программ функция EcoBubble используется в обязательном порядке. Отключить ее нельзя. И наконец, вспомогательная группа отжима полоскания. Работает без пузырьков. Хлопок. Самая популярная и самая независимая. Для нее предусмотрено меньше всего ограничений в плане выбора температуры, скорости и других стиральных хитростей. Да и грузить можно все 8 кг. Остальные же программы просят строго до 4 кг. Но зато обещают деликатную стирку. Уже синтетика предложит вам щадящий режим. И самое главное, как и другие нежные программы, не даст случайно установить недопустимые для особых тканей значения температуры и скорости отжима. Сразу обратим внимание на эти изменяющиеся цифры. Они означают примерную длительность стирки. Но только примерную, поскольку вмешаться здесь могут такие факторы, как температура водопроводной воды, вес белья, борьба с пенообразованием и так далее. При стирке джинсов машина максимально удаляет остатки моющего средства, чтобы избежать белых пятен. Да и воду сильно не греет, чтобы не линяли. Постельное белье, как правило, имеет большие размеры, не сильные загрязнения и нередко линяющую окраску. Программа учтет эту особенность при стирке и полоскании. Стирать будет максимум при 40 градусах. Стирая темные вещи, дабы сохранить цвет, машина снизит скорость вращения барабана, ограничит температуру и дополнительно прополощи. Ежедневную удобно использовать при стирке не сильно загрязненных вещей, которые вы меняете практически каждый день. Очистку барабана Эко нужно проводить примерно после 40 стирок. При этом чистить можно без всяких спецсредств, хотя таковые в природе имеются. Если же вы подзабудете эти обязанности, программа напомнит вам о своем существовании вот такой лампочкой. Для полоскания и отжима есть отдельная программа. Здесь можно и кондиционер для белья добавлять. А эта программа предназначена для отжима и слива. Но где же здесь слив? Забежим чуть вперед. Если в этой программе кнопкой отжим установить нулевую скорость отжима, то это и будет слив. Получается кламбур. Слив это отжим без отжима. Стирка шерсти и ручная стирка схожи максимально бережным отношением к вашим вещам. Для шерсти барабан при стирке только покачивается, а при ручной максимально ограничен отжим. Для стирки детских вещей программа предложит высокую температуру и максимальное восполаскивание. Никаких бактерий и никакой аллергии. Программа стирки верхней одежды за счет функции эко-баббл максимально бережно отнесется к водоотталкивающему слою, в том числе спортивной одежды. И наконец, интенсивная эко применяется для стирки относительно грязных вещей при низкой температуре. Всем известно, что основное энергопотребление и соответственно финансовые расходы связаны с нагревом воды. Поэтому здесь альтернативой горячей воде выступает активная работа барабана при максимальной поддержке его работы со стороны пузырьковой функции эко-баббл, что позволяет максимально эффективно работать моющим средством даже в прохладной воде. Перейдем к правой части панели управления. Итак, вы выбрали программу. Пусть это будет хлопок. Здесь нет практически никаких ограничений, поэтому показывать настройки очень удобно. Все внимание на информационное табло. Каждая программа имеет свои заводские настройки и предложит их в первую очередь, что и видно на табло. Но мы можем легко вмешиваться в процесс. Например, этой кнопкой меняем предложенную машинным интеллектом температуру стирки. 60, 95, холодная вода, 30, 40 и опять 60. Термин холодная вода означает, что вода, поступающая из водопровода, в машине не нагревается. Следующая кнопка. Количество полосканий. Машина по своему разумению предложила 3. Мы же можем увеличить до 5, а можем уменьшить до 1. Важнейший параметр – скорость отжима. Для хлопка предлагается сразу максимум 1400 оборотов. Можем уменьшить. Вот так после стирки не будет вам ни отжима, ни слива. Вещи для максимальной несминаемости до вашего вмешательства останутся плавать в воде. Когда надо, можете слить, отжать. А так в конце стирки слив будет, а отжим нет. Ну и несколько вариантов пониженных скоростей. Чем ниже скорость, тем бережнее вы отнесетесь к своим вещам. Дополнительных опций здесь 3. Предварительное замачивание перед стиркой длится 30 минут. Интенсивная стирка применяется для сильных загрязнений. А вот легкое поглаживание – это когда после отжима барабан слегка ворошит ваши вещи. Кнопкой «Опция» вы выбираете комбинацию из этих трех опций. Ну конечно, если они допущены программой. Вот и кнопка «Экобабл». Знаменитые пузырьки. Для программ правого ряда их можно отключить и опять включить. Для левого ряда отключить уже нельзя. Без них стирка – не стирка. Быстрая стирка. Только в программе «Хлопок». Можно выставить ее длительность от 15 минут до часа. Проходит, как видите, в холодной или чуть теплой воде. Применяется при малых загрязнениях и малых объемах белья. Чтобы исключить постороннее вмешательство в процесс стирки, нужно включить веселую, как мы ее назвали, лампочку. Держим, включаем. Это и будет защита от детей. Повторяем нажатие. Отключаем защиту. А соседние две кнопки аналогично управляют отключением звуковых сигналов. Для некоторых программ в случае грязного белья можно дополнительно подключить предварительную стирку. Не забудьте только моющие средства в первое отделение добавить. Вы уже поняли. Дополнительные настройки имеют ограничения. Какие-то параметры в каких-то программах не включатся. Просто они там не нужны. Если у вас электричество ночью дешевле, то почему бы не отложить стирку на ночное время? Пожалуйста, выбирайте от 3 до 19 часов. Но умейте в виду, здесь вы будете видеть не старт, а примерно время до конца стирки. А эти часики напомнят вам о включенном отложенном старте. Убрать отложенный старт просто выключите и снова включите машину. Все, настроили. Можно и стартовать. Запускать стирку. Пока не горит этот замочек, есть возможность нажать паузу и вмешаться в процесс, добавляя и убавляя вещи, порошки и так далее. После его загорания дверцы блокируются и ваше вмешательство ограничивается. Мы еще не касались этих трех индикаторов. Все просто. Они сообщают о ходе стирки. Стирка, полоскание, отжим. Переходим к нижней части стиральной машины. Но сначала отключаем ее из розетки. Здесь удобно вспомнить, что только при отключении в машине электричества у вас сбрасываются все настройки программы. Открываем крышку. Видим резиновую трубку, с помощью которой можно провести или аварийный, или обычный слив воды из машины. Для этого достаточно вынуть из нее пробку. Только емкость берите с низкими бортами и не маленькую. После слива воды можно достать и помыть фильтр. Грязный фильтр ограничивает эффективность образования пузырьков. Не забывайте его периодически чистить. Заодно проверьте частоту пространства около помпы. Возвращайте все на место, обеспечивая герметичность. Теперь расскажем про нестандартные ситуации. Если вдруг, случайно, в работающей машине, и дай бог, оказалось ваше любимое домашнее животное, или вы вспомнили про документы, другие ценные вещи в карманах, а дверца заблокирована, то не паникуйте. Сначала нажмите стоп, потом выньте вилку из розетки, и начинайте сливать воду, как мы только что показали. Умная электроника, максимум через 2 минуты, причем независимо от вашего слива, дверцу разблокируют. Действуйте, спасайте, но помните и о своей безопасности. В машине может быть очень горячая вода. Вот, пожалуй, и все. Нам стиральная машина понравилась, особенно Экобабл. Советуем брать. Лучшие советы со всего света. Видеосоветы.ру